Компания Nissan провела европейскую презентацию кроссовера Juke нового второго поколения. Дизайнеры сохранили общие стили пропорции предшественника — большие овальные фары, расклешенные крылья и двухцветную окраску кузова. Передняя часть автомобиля стала более симметричной, решетка радиатора прекрасно сочетается с оптикой. Кроссовер второго поколения создан на модульной платформе CMF-B. Архитектурно она повторяет прежнюю тележку. Спереди — стойкий MacPherson, сзади — полузависимая подвеска. Она роднит новую модель с паркетником Renault Captur. Длина Juke увеличилась — до 4210 мм. Ширина увеличилась с 1765 до 1800 мм, а высота — с 1565 до 1595 мм. Варианты размерности шин — 215 на 65, 16 дюймов, 215 на 60 — 17 дюймов и 225 на 45 — 19 дюймов. Расширенное применение высокопрочных сталей в конструкции позволило снизить массу на 23 кг. Расстояние между рядами сидений выросло на 58 мм, над головами прибавилось 11 мм. Объем багажника достиг 422 литра, когда у прежнего поколения он был на 354 литра. Juke получил также полностью новый интерьер с парящим 8-дюймовым сенсорным экраном новой информационно-развлекательной системы Nissan Connect, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto. Новое мультимедиа позволит владельцам Juke управлять целым рядом функций через смартфон. Например, запирать двери, включать свет и даже управлять навигационной системой. Светодиодные фары и электропривод стояночного тормоза Juke имеет уже в базе. Среди опций акустика Boss и медиа-система Nissan Connect с 8-дюймовым экраном, передатчиком Wi-Fi и возможностью дистанционного обновления софта. Кроме того, для кроссовера можно заказать комплекс ProPilot, который представляет собой адаптивный круиз-контроль с системами автоматического торможения и удержания в полосе. Для кроссовера предусмотрен пока только один мотор — это литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 115 л.с. и 200 Нм, который может работать в паре либо с шестиступенчатой механической коробкой, либо с новой роботизированной семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, заменившей вариатор. До 100 км в час новый Nissan Juke разгоняется за 10-4 секунды с механикой и за 11,1 секунды с роботом. Максимальная скорость автомобиля составляет 180 км в час. Стоимость нового Nissan Juke будет объявлена ближе к началу европейских продаж, которые запланированы на конец ноября. Но в России новый Juke не появится, по предварительной информации его место в локальной гамме займет адаптированный паркетник Nissan Kicks. Стал ли новый Juke красивее предшественника, решает для себя каждый сам. Делитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий автоиндустрии.